Субтитры делал DimaTorzok В ближайшие несколько минут Новость недели, к сожалению, грустная Сегежский ЦБК в последний день января приостановил свою работу На комбинате сообщили, предприятие больше не в силах оплачивать поставки сырья Нет денег Итог заморозка производства Говорят это временно, но слова мало кого успокаивают Город Бумажников погрузился в беспокойство Новость прошла пунктиром по всем карельским СМИ Центральный вопрос публикаций Понимать ли случившееся, как начало районной драмы Сегежа и комбинат, читай одно целое От работы предприятия целиком и полностью зависит жизнь города Карельские чиновники сперва винят руководство Банка Москвы и лично Андрея Бородина Бывшего президента банка Мол, опальный банкир сбежал из страны и прихватил пакет акций комбината И лишь потом предприятие потеряло контроль Бородин скрывается от российских спецслужб за границей Но находит время выйти на связь с карельской прессой из лондонского убежища И признается Я не являюсь юридическим собственником тех акций, которые мне приписываются По словам Бородина, Банк Москвы ныне поглощен другим банком ВТБ Дескать, к нему и вопросы Лица, которые управляют банком ВТБ от имени государства Должны еще раз вернуться к этой проблеме Они создают в отдельно взятом городе гигантский протест Виновных ищут Карельские власти приступили к проверкам и переговорам Начали ровно в тот момент, когда комбинат уже встал вовремя Вместе с тем каждый день простое ЦБК, смерти подобен Обстановка в городе накаляется и предчувствия мрачные Пока народ будет молчать, ничего не решится Сегежа, пора открыть глаза и выйти на улицы И не молчать Сегежане, не молчите Пишите, кричите, стучите во все колокола По последней информации, ЦБК могут спасти 300 миллионов рублей на покупку сырья Спасителем может стать банк ВТБ Если, конечно, захочет выдать кредит замороженному предприятию Важная деталь на территории ЦБК Находится еще и котельный Комбинат отапливает Сегежу Людей успокаивают Хоть производство на предприятии приостановлено Но город заморожен не будет В Карелию, наконец, пришла настоящая зима Минус 20 за окном И это после почти по-европейски теплого декабря От холода первыми затряслись районы На улице теплее, чем дома ТВР Панорама измерила температуру в квартирах жителей Суаярви Оказалось 14-15 градусов Надеваю на себя все, что есть и сижу возле обогревателя Вместе с Антониной Петровной у обогревателя сидел весь город Суаярви А потом люди устали, вышли на улицу и разожгли костры на городской площади Местная акция протеста По поручению правительства в город в экстренном порядке направили мазут На 40 миллионов рублей По расчетам до конца отопительного сезона понадобится еще почти 57 миллионов Спасти город может только модернизация котельной На улице теплее, чем дома А еще в Суаярви с некоторых пор живут по графику Графику отключения электроэнергии Говорят, он опубликован в местной Суаяровской газете Мало того, что с самого начала отопительного сезона Горожане из последних сил борются с холодом в своих квартирах Теперь новая беда Выключили свет Дожили, внук делает уроки при свечах Это в 21 веке Счастливы те, у кого в доме газ А если электроплита, как у нас Не сварить, не разогреть, не чаю вскипятить Жалуется читатель Виктор Захаров И задается логичным вопросом Насколько законны так называемые веерные отключения электричества Которые ежедневно происходят в Суаярви Энергетики пытаются объясниться В городе плохо топят И народ греется как может Включают электрообогреватели И тут не выдерживают сети Если не ограничивать нагрузку Обесточится вся линия Именно поэтому составлен график отключений Пока не наладится ситуация с отоплением Отключение электричества получается не избежать Замкнутый круг Энергетики дали совет жителям холодного Суаярви Цитата В связи с установившейся морозной погодой Рекомендуется не включать без особой необходимости Дополнительные электрические приборы Звучит как злая шутка Без тепла и света Капремонт для избранных Как выяснилось в Петрозаводске Уже полным ходом идет сбор заявок На участие в программе Тысяча подъездов Идея взяться за ремонт подъезда В Карельской столице появилась у городских чиновников Минувшей осенью Тогда в мэрии сообщили Что готовы потратить на эти цели 50 миллионов рублей из петрозаводского бюджета Сумма вроде бы внушительная Да все равно мала Редакция газеты Петрозаводск Погрузилась в бухгалтерию И выяснила Денег не хватит По их подсчетам На один подъезд выходит Выделено 50 тысяч рублей А на косметический ремонт Требуется в среднем 70 или даже 80 тысяч Причем приведенные расчеты Составлены для ремонта Парадной пятиэтажного дома Приводить в приличный вид Подъезд девятиэтажки Почти в два раза дороже Похоже, журналистская критика Была услышана в администрации Суммы пересмотрели Вместо 50 миллионов На программу теперь планируют Выделить 80 миллионов рублей Впрочем, найдутся ли эти немалые суммы В условиях, как обычно Непростого финансового года Большой вопрос Есть и другие вопросы К примеру, кто эти счастливчики Чьи подъезды преобразятся после ремонта По какому принципу отбирают заявки И будут ли правом приоритета Пользоваться те, чьи подъезды В аварийном состоянии В мэрии эти вопросы Заданные газетой Петрозаводск Остались без ответов Широкой общественности О том, что идет сбор заявок Никто не сообщил Будет ли отбор претендентов Справедливым Или будет капремонт для избранных Остров Кижи Стал съемочной площадкой Для мировой постановки Британский режиссер Джо Райт Снимает в Карелии фильм Анна Каренина Все ждали, что в Петрозаводск Вместе со съемочной группой Картины прибудет Исполнительница главной роли Кира Найтли Но актрису не дождались Как выяснилось Все сцены с участием Главной героини Уже отсняты И лететь в наши холода Кири Найтли Не было никакой необходимости Съемочная группа Анны Карениной Снимала на заснеженном Острове сцены Зимней охоты Пригодились и Петрозаводские жители Киношникам были необходимы Фактурные русоволоцы И крепостные Славянской внешности Еще англичане искали В Петрозаводске Мужчину Играющего на трубе Кроме того Для сцены охоты Понадобились лошади и собаки В итоге крепостные Вместе с трубачом И собаки С лошадями были найдены Все вместе Они отправились на остров Кижи И погрузились В съемочный процесс Предположительно Картина Джо Райта Выйдет в прокат Уже в этом году На сценах охоты Придется часто Нажимать на паузу Чтобы разглядеть В массовке Родные лица Петрозаводских крепостных На этом я прощаюсь С вами все О чем мы говорили сегодня Можно увидеть на нашем сайте По адресу никадефис медиа.ру В студии работал Александр Гнетнев До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова